Александру 27 лет, правильно? Совершенно верно. В 25 лет он зарабатывает столько, сколько многие из нас не зарабатывают и за целую жизнь. Александр, что нужно для того, чтобы зарабатывать много всем? Для этого нужно осознать одну вещь. Можно я немножко нарисую? Дело в том, что вот то, что я покажу, это относится не только к Коралловому клубу, это относится вообще к жизни. И это один из законов, один из законов вообще нашей жизни. Вот так если нарисовать, на что похоже? Ну обычно говорят баба с коровыслом. То есть в жизни у нас все имеет свою противоположность. День, ночь, мужчина, женщина и так далее. В любом другом случае это в мире не появилось, начался хаос. Все имеет свой противовес. И если говорить о нашей жизни, о разделении вообще успешных людей и людей, которые как-то строят, нас всех в институте, в школе учат одному. Наши мамы учат чему? Что нужно выбрать в жизни? Это либо работа где-то завод, контора, и это 30-40 лет после окончания учебного заведения, потом пенсия. Вот так в принципе живут и три пути. Первый путь это работа где-то в конторе на кого-то. Второй путь это работа на себя, либо работа на двух работах. И третий это уже свой серьезный бизнес. Кто-то еще знает какие-то пути заработка денег? Что еще предлагают? Прошу, как вы думаете? Нет, я затрудняюсь. Но на самом деле вот эти три пути, если разобраться, что человек имеет на этих пути, ну основные понятия это здоровье. На всех этих как бы дорогах здоровья нет. Если человек работает постоянно, каждый день у него нет времени заниматься, и такие люди в большей степени говорят, что за здоровье отвечают врачи. Если человек работает на двух-трех работах, то считается более крутой, то у него тем более нет времени заниматься. И традиционный бизнес, бизнесмены, это самые больные люди на самом деле. И средняя продолжительность жизни бизнесменов, это статистика, 40 лет. То есть 40 лет. То есть фактически это те люди, которые зарабатывают больше денег, но они живут меньше, то есть сжатие времени. Здоровья как такового на этих весах нет. Если говорить о деньгах, да, деньги, если работает человек на одной работе, у него денег, это от зарплаты до зарплаты ели-еле, если на двух работах, это вроде бы немножко, но времени ими пользоваться как бы нет. Если человек в бизнесе, то тоже фактически они в бизнесе, то есть вы знаете. То есть деньги, как таковые, может быть есть, но не такие большие. Но традиционный бизнес, это определенные условия. Деньги, в свободное время люди считают, что будут отдыхать на пенсии, и выходит та сама пенсия, оказывается, что на пенсии они не имеют ничего, но для этого они 30-40 лет работают. Больше как бы рынок не предлагает ничего. Но самый секрет в том, что на самом деле все серьезные состояния зарабатывали за 3-5 лет. И через, вдумайтесь, как вы могли бы воспользоваться через 5 лет и здоровье, и деньги, и возможности путешествий. У нас в Каралом Кубе все люди, которые проработали больше 4 лет, не числились, а проработали. У них все нормально и со здоровьем, и с деньгами, и со свободным временем. Почему? Потому что, в принципе, неважно, я сейчас работаю здесь, в студии, с вами встречаюсь, либо где-то отдыхаю в теплых странах, результат фактически один. И еще один момент. Вот здесь 95% и здесь 5%. Это разделение в мире. И если сказать немножко грубо, потому что осознавать это тяжело, но правильно, вот эти 95% это фактически обслуживающий персонал для вот этих 5%. Сложно понять, да? Но с другой стороны, вот эти 5% сделают все для того, чтобы остались люди здесь. Кто будет мыть машины, обслуживать в ресторане, да, строить, шить одежду? И тогда вопрос ко мне, если я такой успешный, то мне какая выгода в том, что я отсюда убираю тех людей, которые меня обслуживают? Вот здесь в нашем бизнесе реализована самая главная идея. Деньги вам в жизни принесут по-настоящему удовлетворение только в том случае, если они заработаны через помощь людям. В любом другом случае это, ну, как наказание. Спасибо, Саша, ваши аплодисменты.